Здравствуйте, Забкия, Александр, Топливный цех. В общем, смотрите, сегодня у нас принесли, в общем, форсульки, Мошевские 044, 5110, 279, если не ошибаюсь, совершенно верно. Применяется на автомобилях Финдайк Старакс и Фиосорента, издателем Д4 ЦК. В общем, сейчас, в данный момент, будем проводить диагностику форсунки, после чего, если она неисправна, будем ее разбирать, включать детали, после этого постараемся ее восстановить, с меньшими затратами, как бы для клиента, в данный момент мы форсунку установили в наш стенд, без, как бы так сказать, безотказный, как автомат Калашникова, но сейчас будем проводить тест плавно. Каждая форсунка по номеру? Конечно, вот есть, да, у Боша в основном делает 044, там, 044, 045, 110, это легковая группа. 120 грузовая, 115, 116, это у нас пезоэлемент. Ну что, поехали? Да. Форсунка сливает поправ. В принципе, сейчас мы сделаем тест плавно, и в итоге покажем, что с форсункой. После этого постараемся ее восстановить и показать, ну, получится у нас ее восстановитель, если, я думаю, получится. Я постировал 275-ю форсунку, сейчас посмотрим, что у нас в этом. Вот этот счет, вот, в данном моменте, что мы видим? Во-первых, на тесте на утечку, то есть, обращаем внимание, да, удаление воздуха, это вот, выгоняем с форсунки воздух для дальнейшего теста. Потом тест на утечку, импульсы не подаются на электромагнит, да, на саму форсунку, но создаётся давление, давление должно быть не менее 80 Гбаскал, то есть 800 Бар. Вот, и при этом у нас должна обратка не превышать, сейчас секундочку, 35, ну, 70, да, в данный момент у нас 170 Гбаскал, соответственно, уже форсунка не рабочая, хотя здесь она не пропускает в подачу, то есть распылитель, первоначально, ну, по первоначальному тесту распылитель рабочий. Так, здесь смотрим, здесь и в подачу у нас увеличена, и обратка. Подача в допуске, обратка, ну, соответственно, здесь в первую очередь вышел, скорее всего, клапан. Вот, в данный момент мы сейчас всё посмотрим распыление самой форсунки, а после этого начнём разборку, дефектовку, ну, и появление неисправности. Так, вставим мы на тест вот полоской форсунки или запуск автомобиля, ЛЛК, давление 30 Мп, то есть 300 Бар. Продолжение следует... Так, ну, распыляет у нас распыль вроде муха. Ну, что, переходим к сбору, да, вот. Ну, форсунки без специального оборудования, в принципе, разобрать можно, но, скорее всего, можно их немножко изувечить. Так, ещё, желательно, ещё и... Форсунку, э, перед разборкой желательно хорошо было в солярочке, для того, чтобы та грязь, которая осталась на форсунке, не попала внутрь. Ну, и, в принципе, после разборки мы будем мыть в ультразвуковую баню. Сейчас я думаю, что я ещё и не образую. В принципе, так. Начнём с электромагнитов, которые находятся, в принципе, в долгой форсунке. Вот у нас есть специфический ключик специальных городских вещей. Так, ключик на форсунке 20 метров. Так, ключик на форсунке 20 метров. Так, ключик на форсунке 20 метров. Ну, можно сказать, не разборываться. Аккуратно снимаем электромагнит, для того, чтобы не разлетелись в обчатке, которая внутри находится. Вот так. Шайбочка, то есть электромагнит, шайбочка, кружинка. Так, дальше у нас идёт стопорное колечко. Дальше. Лепесточек. Ещё один. Для разборки дальше форсунки, опять я повторюсь, нужны. Лучше мы сложим это все в один Специфические ключи специально Да, вот здесь еще у нас такой шестиграничек Мутель Да, вот здесь Вот Здесь понадобится нам ключик на 17 Здесь тоже надо очень аккуратно разбирать Внутри есть у нас там шарик, который ставят на кладку В общем, некоторые запчасти Маленькие, вот они и есть Так, шайбочка тоже здесь Шарик в данный момент идет металлический Есть они еще керамические И вот мы тоже оплатываем, то все сложим Вот делим Так, и нашу емкость Дослево-топлю Вот, и есть первый момент Второй момент Приступаем Опять же, что это качественные ключики Да, бывайте с ними да, не соглашаем Потому что она нам немножко мешает Вот здесь, к этой насадочке мы применяем ключик по 27 Слево-топлю Это не умел Есть и не умел Дорога Мухгылочка Что-то Силен В куку Дорога Вам Блайн Блайн Силен Силен Блайн Залег Нужно быть аккуратным Тут тоже есть мелкие запчасти И нам надо в первую очередь посмотреть на клапан Клапан снимается вот таким вот съемником Вот мы тоже совершенно кричили Есть у нас клапан Сейчас мы в микроскоп посмотрим на состояние клапана Скорее всего там вышел из строя ремкомплект Ремкомплект который состоит из двух колечек Одно металлическое А второе у нас Допустим Сейчас их попробуем достать Клапан У нас клапан стоит внутри Клапан Клапан Здесь у нас идет и подача Вот видите да В обратку уходит Вот как раз канал для обраточки То есть создает давление в поршень Сопротивление Ну и отдельно канал идет на подачу Непосредственно на сам распылитель У нас создает давление Вот если здесь они изнашиваются Соответственно будет уходить все в обратку Не через канал Ну вернее как бы не по поршню Внутрь А просто будет у нас Короче давление создаваться они будут Для нормальной работы Так Канавка чист Сейчас смотрим на сам клапан Мы посмотрели на клапан Через микроскоп Есть отверстие Которое закрывает шарик Здесь он и находится Там образовались канавки Под шариком То есть когда шарик закрывают Вроде как бы он плотно прилегает Но под ним уже Есть канавочки Через которые уходит обратно И в втором моменте Можем его проверить То же самое на плотность На держание Топлива держится Вот здесь у нас Такой вакуумный насос Приспособа такая специальная То есть имитация опять давления Потом наш шарик Который стоял Непосредственно на сумке Вот металлургический Красивый шарик Так Вот Мы закрыли Вот Нам аналогика Давление падает Соответственно там Ну А учитывая То есть Если давление будет 1400-1300 пар Соответственно Топлива Уходим Так Это вот понятно Мы Так же самое Замеряем Забжаем Слушай Чего Него Даже заменим Вот он Красивый И Замеряем 32,8 Замеряем Топлива 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 Вот Протирка И самого Клапана Использовать Следующие Запчасти Лапчасти, смазочку, пирочную, так, это есть, так, также смотрим на сам шок, то есть позже, на самый взнос, есть уже выработка так же сама на нем, но опять, в данный момент мы пытаемся восстановить, в лучшем случае, как бы, лучше полностью узла, то есть, замена клапана в сборе. На притирке, на притирке мы используем следующие запчасти, приспособлены, вот специальная, вот специальная складочка, паста такая. Ну и поехали. Так, притёрли клапан. После притирки клапана проверяем его на плотность, то есть, на утечку. Ну, в принципе, вот клапан там, шарик тоже там, давление не падает. В микроскопе, соответственно, уже нету лучевых таких каналов вокруг отверстия. В принципе, в данный момент клапан готов к установке, но после притирки нужно промыть желательно и клапан, и все эти запчасти, узлы, в ультразвуке, для того, чтобы удалить грязь. Шарик вбегает. Дальше мы вставляем корпус просунки колечки, то есть конкурент в корпусе. У меня есть корпус, направляющая. Оно, в принципе, я объяснял. Дальше его сужат. Сейчас достаем клапан. Все тщательно продываем. Добавим немножко топлива и все работает. Все каналы открыты. Так. Еще разочек. Дальше есть тоже специальная приспособа для того, чтобы опустить плавно, плавно, не плавно, но аккуратненько. Да, сам клапан посадить на место. Не объявленного звука. Все клапаны в горсти. Так. Ну что, тогда переходим к регулировке, скорее всего. Сейчас измеряем шайбу. Первая, да, там. Шаровочные шайбы мы замерили. Померили внутренние, наружные, да. Сейчас будем устанавливать уже непосредственно все вместе. Так. Шарик. Да. Держатель шарика. Так. Есть. Так. Вот, шайба основная, регулировочная. Аккуратно опускаем. Аккуратно опускаем. Есть. Так. Ну и пошло. Вот он. В принципе-то. Так. Тут еще важно, какой стороной закручивается внутренняя гайка. Внутренний шестигранник. Глубней. Есть разница. Аккуратно опускается. Кстати, зажимается тоже она с определенной нагрузкой. С определенным усилием, лучше так сказать. Энометрическим ключом. Проверяем. Мы сразу проверяем. Так. Проверяем. Аккуратно. 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 Нажимаем. Проверяем. Вот. Есть. После этого есть еще тоже второе, немаловажная регулировочная пузыка. Дальше будет шайбочка. Верхняя, в принципе, она отвечает за предвпрызг. Так. После чистки ультразвука закручивается все, в принципе, неплохо. Аккуратно. То есть, от руки только дожимать. Тоже надо, кстати, с определенным усилием. Так. Ну, понятно, под определенными углами. Вот на что. Верхняя часть есть в форсуночке. Сейчас перейдем к нижней. Так. Вот здесь тоже у нас были свои замеры. Так. Вот и все. Вот и поехали. Первая ставится обязательно шайбочка. Она будет упорная для пружинки. Вот. Как раз тоже немаловажная регулировочная, как бы так сказать, пятачок, который отвечает за максимальные, ну, в общем, за подачу. Так. Аккуратненько есть. Ну, и два штифта фиксируют сам распылитель. Вместе с основным корпусом форсунки. Распылитель, в принципе, предварительно пронуваем. Помимо ультразвука, ковыряем. Теперь сопло работает. Все работает. Так. Пронуваем. Регла распылителя. В принципе, все. Собираем. Вход есть тоже самое. Немножко добавим припорчик. Для лучшего скольжения при сажателе. Чтобы не было случайного фото проворота. И слома топчастей. Зажимается распылитель. То же самое. С определенным усилем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...